Владельцы собак в Твери все чаще жалуются на отсутствие площадок для выгула домашних животных. В нашу редакцию неоднократно поступают подобные обращения от жителей областной столицы. Зачастую найти место, чтобы по всем установленным правилам выгуливать четвероногого питомца, не представляется возможным из-за скучности жилья. Что делать в сложившейся ситуации и как с этой проблемой справляются хозяева собак, выяснял наш корреспондент. О проблеме выгула собак в областной столице наш телеканал рассказывал неоднократно. Так как специальных мест для прогулки с домашними животными в городе до сих пор нет. В связи с этим необходимость гулять с хвостатым другом превращается в настоящий экстрим. Отпускать животное в черте города нельзя, и для того, чтобы четвероногий друг мог побегать без поводка, приходится искать для этого места. Как рассказывает Елена Иванова, хозяйка четырехлетнего лабрадора, местом прогулок собака выбирает Бабачевскую рощу. Однако из-за растущего количества домов в округе безлюдное место найти порой бывает сложно. Гуляем мы в Бабачевской рощи, за Бабачевской рощей. Конечно, много сейчас народу в Бабачевской рощи в связи с тем, что построили лесную мелодию. И гулять, в принципе, с собаками негде. Ищем там и кое-где находим площадочки, небольшие территории. Летом вообще невозможно, потому что шашлычники. Ну, вот как-то таким вот способом пытаемся где-то что-то урвать, где-то погулять. Напомним, что согласно законодательству, в городе животных положено выгуливать в строго определенных и специально оборудованных местах. Тверские собаководы неоднократно обращались к властям с просьбой выделить тот или иной участок. Так Елена Иванова выступала с инициативой создания площадки для выгула собак за Бабачевской рощей. На рассмотрение в администрации было представлено несколько вариантов, однако территория не подошла и был получен отказ. Вообще, я считаю, что в каждом районе, конечно, должна быть площадка, потому что, если построиться в Южном, естественно, мы все и гурьбой. У нас в роще порядка 50 собак это точно есть, но все же не поедут, например, в Южный. Также касается Завожского района, Пролетарского района. То есть в каждом районе, я считаю, в микрорайоне должна быть площадка. Если обратиться к мировому опыту, то тут есть чем сравнить. Например, в Финляндии, Израиле или Объединенных Арабских Эмиратах в крупных городах существуют специальные площадки для выгула собак. Они огорожены, а внутри расположены снаряды для дрессировки четвероногих. Не остают в этом плане и крупные города России, Москва и Санкт-Петербург. С инициативой обустройства специальных площадок в Тверине первый год выступает депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. Ну вот мы видим, к сожалению, что муниципалитет в очередной раз не горит желанием заниматься решением этой проблемы, тогда как мы, в общем-то, давным-давно приговорены к тому, чтобы ее решать. Мы понимаем, что более половины граждан имеют животных, большая часть из этих граждан имеет именно собак. И у нас в правилах написано, правилах владения животными, что животному необходимо обеспечивать двигательную активность, свойственную этому виду животных. По мнению депутата, должны быть созданы условия, чтобы граждане могли культурно и комфортно владеть животными. Тогда не будет конфликта между владельцами собак и остальными жителями. Мы обязательно вернемся к решению этого вопроса, по-другому просто не может быть. Другое дело, что мы теряем время и напрасно это делаем, так как большинство цивилизованных стран этот вопрос уже давным-давно решили. Специально оборудованные площадки решили бы массу проблем. У собачников было бы место, где без проблем можно выгуливать своих питомцев и тренировать их. А люди, которые боятся собак, смогли бы спокойно ходить мимо, ведь животные за оградой.